Осторожно, пожалуйста. Жизнь Ева была как в сказке, поэтому мы хотели бы использовать в качестве основы сюжеты уже известных сказок, но чтобы все-таки одним из персонажей была Ева. Давайте так, первая сказка будет для мам, это будет сказка «Красная шапочка». Да, давайте так, начнем. Девочка-герой, девочка-главный герой. Итак, жила-была девочка. Давайте нарисуем девочку. Ты не подсказываешь, что рисовать, просто давайте кто-то руководит, кто-то рисует. Кто-то подсыпает. Жила-была девочка. Давай так, жила-была Евочка. И звали ее. Подожди, вытаскивай, Еванимович. Они рисуют, не-не-не, стараются, стараются, смотри, смотри. Так, Давид, пожалуйста, сейчас выспеши. Так, вот, жила-была девочка. Это девочка, да? Ну, я хотел бы уточнить у Алисы. Это с учетом теории Дарвина. Девочка, у нее была «Красная шапочка». Тоже нарисовали. И вот, смотрите, следующий сюжет. Послала мама «Красную шапочку», то есть Евочку, послала к бабушке отнести ей немного «Красного каберне». Красного Евочка. Да. Давайте «Красный каберне» нарисуем отлично. Давайте. Несет Ева «Каберне». Да. Вот, кстати, с бананом на голове, пообратите внимание. Ну, это для отвлечения, я тебе объясню. Да. А по дороге ей встречается… Нет, не волк, конечно же, потому что раз у нее банан… Кто-то пострашнее. Конечно, кто-то пострашнее. По дороге ей встречается злой динозавр. Динозавр? Нет, давай… Налоговая. Да, налоговый полицейский. Налоговый полицейский, да, давайте. В костюме динозавра пускай. Так. Это сейчас так будет… А, это вот. Типа, сюда нельзя без денег? Вы можете, смотрите, вы можете рисунок, сюжет, если уже негде рисовать, как бы затирать и новые, новые, новые фрагменты рисовать. Отойти немножко от эклоны, да. Следующий, да, следующий, ребят, я просто смотрю на экран. Нет, вот это смотрите лучше, иначе не получится изобразить следующее действие. А там же и Жанна, Жанна поможет, отлично. Конечно. Вот, смотри, и вот, вот встреча. Встреча. Пусть будет очевидно только налогового инспектора, пожалуйста. Да, налоговый инспектор встречается. Так. Так. Вот, они рисуют все, все нормально. Вот. Он, кстати, тоже, видишь, веселый. Он в профессиональной одежде. А, у него жезл в виде доллара сразу. Он говорит, стоп. Он говорит, стойте, а где акцизная марка? Говорит налоговый инспектор. На красном, на каберне. Ну, естественно, Евочка отвечает, говорит, а я только иду к бабушке и бабушке, все акцизные марки. А на это ей инспектор и говорит, тогда, красная шапочка, станцуй танец. И Ева танцует. Давайте изобразим, как Ева танцует. Уже Еву изобразили, осталось только вот движение изобразить. Вот, отлично. Отлично. Шапочка красная, уши маленькие, дерево красивое, солнышко. Вот она и будет танцует. Но тут появляется лидер движения антикоррупции, мэр Луцка. А он серьезно лидер движения антикоррупции? Ну, в этой сказке да. Вообще, в сказке да. Вот, вот антикоррупция. И говорит, хватит использовать неоплачиваемый детский труд, потому что танец это тот же труд. И пошла, получается, красная шапочка дальше. Красная девочка и бабушка. Красная девочка, дальше. Пришла к бабушке. Давайте нарисуем бабушку, теперь справа, да? Смотрите, в чем, видишь, слева темнее, сейчас бабушка должна выйти из сумрака. А-а-а, а бабушка же в темноте видна только в форме сердца. Бабушке на большое сердце, а где сама бабушка? Да. А бабушка вокруг, вокруг сердца противонимаясь. Собственного, конечно. А, вот бабушка, смотри. Я хотел бы у Лены спросить, чем она от внучки отличается? А я тебе объясню. Вот сейчас дорисуют бабушку, и ты поймешь. Смотри. Вот, обратите внимание. Бабушка тянет руку за каберне. Говорит, ты принесла моя любимая красная каберне. Видишь, это нет, это все сердечки, это все дети, внуки и так далее. А когда нарисовали просто Еву, такого еще не было. И, смотрите, финальная сцена, красная Евочка спрашивает, зачем бабушка, я принесла тебе столько каберне. А бабушка говорит, а потому, что у тебя сегодня день рождения, и мы будем отмечать. И тут, да, девочки, наша команда мам рисует, как отмечается день рождения Евы. Это, конечно же, трехэтажный дом в виде торта. Happy B.D. И, да, а бабушка, вот некоторые бегут коржи, используя коньяк, а бабушка печет коржи, используя каберне. Там, ну, это не имеет большого значения, что там пишут, на самом деле. Happy Earth Day. Слышите, недавно у Дональда Трампа был такой твит. Happy Birthday to you. Happy End. Аплодисменты команде мам. Аплодисменты не дописывают последнюю фразу, отлично. Очень хорошо, мамы, молодцы. Мамы, красавицы. Спасибо. Все запомнили выступление.